Сострадание и помощь нуждающимся. Раненым и больным были востребованы всегда. 155 лет назад, в мае 1867 года, в России появилось общество Красного Креста. С тех пор организация спасла миллионы жизней и первой приходила на помощь людям, переживающим тяжелые времена. На сегодняшний день движение объединяет более 100 тысяч добровольцев, насчитывает 84 региональных и 600 местных отделений. Для нас очень важно, чтобы было вокруг все хорошо, чтобы многие семьи, которые на данный момент по каким-либо причинам не могут иметь какие-то ресурсы, которые есть у нас, чтобы они их получали, чтобы люди, которые неравнодушны к этому, помогали другим. И от этого мир становится чуточку лучше. Филиал российского Красного Креста в Котласе появился 104 года назад. Вначале он представлял собой медицинскую помощь сестер милосердия, больным и раненым. Затем отделение стало оказывать помощь другим нуждающимся. С 1963 по 2012 год сменилось шесть руководителей городского комитета Красного Креста. С 2012 и по сегодняшний день пост председателя местного отделения общественной организации «Российский Красный Крест» занимает Галина Лиханова. Работают здесь за простое спасибо. Организуют совместное с региональным и головным центром благотворительные акции и проекты. Мы работаем очень активно с Красным Крестом, вот именно центральным, в плане обучения инструкторов. Они нам очень хорошо помогали в питании, когда мы питались из малообеспеченных семей. Они нам помогают, допустим, в символике какой-то. Я вот у них прошу, что, пожалуйста, нам предоставьте. То же самое они привозят. Потом, значит, я у них просила неоднократно вот эти манекены для того, чтобы обучать первой помощи. Мы занимаемся с ветеранами, теми, кто ленинградскую блокаду прошел, и узники. У нас их несколько человек, мы готовим их тоже пайки, мы их приглашаем в определенные дни, в определенное время, и с ними тоже занимаемся. Кроме того, в помощь нуждающимся в Красном Кресте регулярно проходят всевозможные акции. Например, ежегодно здесь помогают собирать детей из малоимущих семей в школу, обеспечивают новогодними подарками. В пандемию раз в четверть детям из малоимущих семей вручались огромные пакеты с продуктами. Хочу выразить слова благодарности отделению Российского Красного Креста и лично Галине Ивановне за предоставленную нам помощь. Спасибо большое. На сегодняшний день любая помощь, наверное, в семье будет необходима, кто находится в семейных обстоятельствах. Очень приятно, что уделяют нам внимание. Также в этом году Красный Крест поддержал переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик, беженцев с территории Украины, оказавшихся на территории нашего города. Собирали помощь и для отправки гуманитарных конвоев. С огромной радостью от всей души. Чем могли? Продовольствие, продукты первой необходимости, не скоропортящиеся. Немножко сладостей. Ну, как бы вот пакетик на одну семью можно сразу в ручки отдать. И немножко паста зубная, щеточка и средства гигиены. И постельного белья немножко нового. Что мы русские люди и надо помогать своим. Помогают в основном жители, в основном те предприниматели, в основном люди, которые тоже душой болеют за котлос и как-то сочувствуют тем категориям людей, с которыми мы работаем. Вот, поэтому я всегда говорю огромное спасибо всем, кто помогает. Желание помогать у них в крови. Так можно сказать о всех причастных крупнейшей благотворительной организации. Сегодня в честь 155-летия российского Красного Креста во многих городах России запущены всевозможные благотворительные акции, чтобы у тех, кто действительно хочет помочь, была возможность это сделать.